Фастерс Я занимаюсь профессиональной хуйнёй Парни! Плюс чёрность лежит, а? Сколько стоит шмот? Сколько стоит шмот? Сколько стоит шмот? А почему они мне не сказали спеть это? Сколько стоит шмот? Ты найдёшь на нашем основном канале А, донаты прочитать, донаты прочитать Так, донаты Амина, ты по кафе? Это я уже ответила Тут совет, по-моему, донатил Пипегу в чат, что за херня задним фоном? Цаед, спаси больше за 1200 рублей, солнышко Огромное спасибо Я сейчас не дома И в ближайшее время буду не дома К сожалению, лечитесь Оуу, парни, сегодня мы живём на кэше А, кстати, в чатике мой Телеграм Как тебя зовут? Ваня, 13 Как вас зовут? Здравствуйте Меня зовут Амина Мирзуева Рашидовна Тендер любая, можно просто сокращённо. Я из Москвы, и в 2002 года рождения, у меня день рождения 5 мая, и стрим на Твиче. Нашу очки, мне похуй. Хожу в маске оф вайт, потому что так модно. Ваня, 13 лет, пошлый. Ваня, почему ты в маске, от кого попрячешься? Секрет. Лицо не хочу показывать. Болеешь чем-то? Нет. Это Гуччи Райтоне. О, парни, смотрите, в чем я сегодня одета. На скилл оф вайт идут. Сон Эллансон 25. Ремень из Куэрид Ту. Стоит 15. Спойма, он купил это в Бершкин, наклеил это в Ростоник Саллина. Майкл Файт, 20 тысяч. Курка Антони Маратон, торги. То есть, он хочет сказать, что за футболочку с маленькой нас, с мизерной надписью, он натих мизернее, чтобы понимали, чем мой волос. Он отдал 20 тысяч рублей. Ну, купюр по 5 тысяч нулей. 20 стоит. А то маска оф вайт 6 стоит. Очки Дольче Габбана, ну где-то 17 тысяч. Дольче Габбана! Дольче Габбана, кепка Армани, ну 12. Потом сумка Кинзо. Спасибо большое, Солнышко. Я часто слышу, что я вам снюсь. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Стоит, ну тут в России, наверное, тысяч 20. Потом... Тут в России, знаете, он тебе сейчас намекнул, что он такой мажор, знаете. Сандра Маккуин. Стоит он 27 тысяч. И... Брэкеты стоят 200. Сейчас, парни, брэкеты... Короче, ребят, рассказываю. Зуб стоит жизнь. Губа стоит жизнь. Ухо стоит природа. Бровь стоит природа. То есть, типа чел вообще супер-пупер такой богатый, я смотрю. Так же еще... А знаете, мне, короче, нельзя ставить брэкеты, потому что я не вверстигла. Есть Apple Watch 25. Парни, еще есть носки. Носки! Гучи! Вермишель! Ой, а что я в кроссовках дома делаю? Парни! Бонсиага, кроссовочки. 50 тысяч рублей по 5 тысяч нулей. Джинсы Levi's 8500. Вот так вот все прекрасно. Стою, пережу. Пины MXDVS. 15 евро. Майка, майка, my t-shirt from, I don't know, monkey, 1000 рублей, маска, 1500 рублей, зубы, 3 доллара. Ну, аирпод 12 тысяч. Ты по улицам так ходишь? Нет, ну, иногда. А ты можешь без маски где-то сниматься? Не, лицо тоже не хочу показывать. А просто не хочешь показывать? А если не секрет? Парни, это Тендр Левая, походу. Чему? Какая причина? Ну, есть причина, не могу сказать. Что-то с нелегальной деятельностью связано? Все законно. Все законно? А ты не зарабатываешь свои годы? Нет, все родители. Ты в свои годы девчонками увлекаешься уже? Да. У тебя есть девушка? Были. Хуже. Были? Да. Планируешь в ближайшее время отношения заводить? Нет, лет в 14, да. Лет в 14 начнешь? Сейчас пока что еще рановато, понял это. Как ты это понял? По прошлым девушкам сделал вывод, что еще рановато иметь. Нас часто спрашивают. Рановато иметь, парни. Еще рановато иметь, слышали? Так что давайте успокойтесь там, свои огурчики. В Америке вы 100% купите себе 3 из 2, а если вы заказываете? Здорово, как тебя зовут? Игорь зовут. Игорь, сколько лет тебя? Блин, тягово, я, короче, у КамАЗа такую же надевала в истории. Видели синие? 18 лет. Изики стоят где-то 16 тысяч. Это Ловитон стоит 170 тысяч. Куча, да. Ну где-то 7 тысяч стоит. Ну где-то так, да. Это Майк стоит 25 тысяч. Тачки Энчендэн стоит где-то рублей 700. Ну это стоит где-то 1025. Вот это стоит очень дорого на самом деле. Увлекаюсь я ставками и бизнесом. Ты зарабатываешь на этом? Да. А бизнес? Порни ставлю ставки, покупаю себе браслеты Кортье и очки из H&M. Каким? Маркетинг. Это сколько тебе позволяет дохода получать? Ну где-то 1500 мне. Ну где-то так, пол яма. Ну жил я очень беден на самом деле. И поднялся снизу сам. Да. До Кортье. Ну меня смотрит Тарасов, Такила смотрит меня. У тебя блог какой-то? Ну сейчас я покажу даже. Тарасов, Такила. 15 лет я начал всё делать. Рассказываю. Ребят, чел просто сейчас сидит и зря выёбывается. Рассказываю вам супер нереальный инсайт. Сейчас в инстаграме появились у популярных аккаунтов боты, которые автоматически просматривают все истории, все истории в предложенном. Для чего это делается? Для того, чтобы человек ноунейм зашёл в свои просмотры и типа, вот, меня смотрит Такила, какой-то чел с галочкой, зайду, посмотрю, кто это такой. И так чел поднимает в себе активность. Поэтому чел сидит въёбывается, что он такой охуенный, а на самом деле это просто всё боты, понимаете, да? То есть, короче, да, ты просто боты смотрят, а челы сидят и выпендриваются этим. 15 лет. И свой первый лям когда поднял? Интересно, а потом есть комментарии? Ну где-то к 18 лет, ну где так. Девушка есть? Нет, девушки. Ну у меня бизнес там, всякие планы, очень много планов. Ну я, ну, межмного дел, я занят очень много. Ну и за это, ну... Кого ты ищешь? А, девушку какую? Да, какую бы ты хотела её видеть рядом с собой? Стройная, длинная, ну такая, там рост 175, наверное. Парни, вы все хотите, да, видеть стройную длину рядом с собой, а сами вы тоже стройные и длинные. Так что давайте без страничков. Ну где так? Нам невероятно повезло, мы встретили легенду российского рок-н-ролла Игоря Ивановича или Гарри Ксукачёва. Я не знаю, кто это. Вы как-то вообще относитесь там к брендам, выборочно покупаете или вам всё равно? Видел, померил, мне нравится, я одел и пошёл. Всё. Я свои кирки люблю, но я их вечно теряю. Вот самые любимые вещи... А почему, интересно, у меня он не спросил, типа это некрасиво или что? Я всегда теряю. Как вы к русскому рэпу относитесь? На интервью какое-то получше. Может стоять без... Пол-видео про А. Привет, Ваня. Ваня, сколько лет тебе? Мне 18. Ивангай, парни. На ногах у меня Дольче Габбана, ну где-то 50-55. Ну, Дольче Габбана с апельсинчиками выпускают. Ой, естественно, у меня ананасики нет. Ну, штанцы обычные, это Зара, ну где-то 3000 может. Ремень Гуча, 22-700. Нижнее бельё, там, Версачи, 3-4, там где-то так. Футболка Комте-Карсон, 7 споринка. Классная фирма, мне нравится. Биллионерка, брал в сумме, 1015-16 лет, так. Пандора есть, браслет, но я думаю, не больше десятки. В пакете, в общем, мы любим девушки, завтра будет день рождения. Мы ебём, что? Любим девушки. Что? Парнир? Парнир есть, браслет, но я думаю, не больше десятки. В пакете, в общем, моей любимой девушке. А, любимой, любимой. Завтра будет день рождения. Я решил немножко её как-то порадовать каким-то подарочком. Я в Владимире живу и решил приехать, ну, прикупить. Браслетик прикупил, не знаю, думаю, ей понравится. 21-300. Он продает браслеты, я даже не знала. Ровно прям. Сколько 300? Ей понравится. 21-300. Ну, нормально, да. Ну, типа, знаете, ребят, мне кажется, собственно, важен не ценник подарка, просто само внимание, вот, для меня чисто. Знаете, я прям тащусь, не знаю, куда. Человек выделяет тебе внимание, это очень ценно, цените это. Пока на крышах исторических зданий сидят горгули, у нас здесь сидит вот лицума... Гаргуль, как тебя зовут, Гаргуль? Меня зовут Тиму. Сколько тебе лет? Мне будет 45, через 15 лет. Вот эти кроссовки, это, по-моему, какая-то серия Puma, я не помню. Она стоит порядка, по-моему, 120 долларов. Носки я специально покупал, вот, чтобы они совпадали с тональностью, да? Носки это, по-моему, Фальки или Берлингтон. Ну, они стоят, там, я не знаю, ну, 20 долларов. Брюки, да? Брюки у нас, это эксклюзив, это бренд Тимур Балиман. Костюм стоит порядка 200 долларов. Брюки, соответственно, стоят что-то в районе 100 долларов. Коголический шик эксклюзив подпольного фешн-дизайнера. Это майка, которая шита по особой неправильной технологии наизнанку. Таким образом, чтобы ни один шов не соприкасался к телу. Все это вырезается вручную, расписывается вручную. Плащ, он стоил в районе 1000 долларов. Он, наверное, странный, но не могу сказать, что хорошо в плане одежды. Да, типа, он красивый, но в плане одежды не знаю. Антонио Малас. Чем ты занимаешься? Я занимаюсь тем, что я занимаюсь профессиональной хуйней. Ну, если серьезно, я занимаюсь одеждой. А сколько тебе хочется в месяц для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, в денежном эквиваленте? Для комфортной жизни мне было бы достаточно, ну, наверное, 2 миллиона рублей. В месяц? Да. У меня весьма скромные запросы. Привет, как тебя зовут? Надя. Надя, сколько лет тебе? Надя! Последняя умирает надежда. Шанель, они стоили где-то 600 евро. Потом... Ну, разве стоят эти балетки, вот эти пилетки, вот эти пилотки, вот эти стоят, разве? Вот эти 43 тысячи рублей. Я... Кофт-вайт. Я не знаю, сколько она стоила, потому что я в Дубае купала, но я думаю, тысяч тридцать. Кофта Филипп Лэйн. А еще, короче, не было юбки там, Бофт-вайт, в Дубае? Где-то 700 евро. Потом сумка Шанель, я не знаю, сколько она стоила, но сколько-то она стоила. Кольцо-кортье. Ну, тысяч сто, двести. Ну, малая. Тоже кортье, еще одна кортье, ну, потом браслет кортье. Бомж ебаный, че, опять все, маму денег попросили? Спасибо, Рома, не стоило, ну. Спасибо тебе огромное. Когда ролик? Когда ролик? Когда ролик? Спасибо большое тебе, Макривский. Спасибо. Плюс чат, пацаны, в респектуху Макривскому. Тысяч 400. Браслет Ван Клифф, вам 4 тысячи. Вы знаете, я вам уже говорила сто раз, вот когда вижу таких телок, хочется, знаете, взять их просто, украсить, вместо того, чтобы их насиловать, просто украсть их украшение и бросить, для каждого будет плохо. Евро. И часы. Ну, я не знаю, сколько они стоят, на 1017-18, наверное. Расскажи, что надо делать в 15 лет, чтобы так круто одеваться? А иметь хороших родителей. Я не скажу, что круто. На самом деле, я не скажу, что это выглядит все круто. Это выглядит, это все очень дорого, я понимаю. Но, честно, я, вот она выглядит супер, суперобычно. Типа, да, это будто, наверное, когда ты можешь позволить себе такие шмотки, но просто я не понимаю этого, правда, искренне не понимаю. Мама с папой на себя вот разом тратили в магазине на шопинге. Всегда по-разному. Вот, говорит, действительно по-разному. Бывало, я не знаю, 100 тысяч, бывало больше. Там, я не знаю, если не надо купить в вечер... Просто она будет только рассказывать, типа, супер, супер кринжово. Вернее, платье? Да, на вид она выглядит, типа, ну, обычно. Просто нет такого, что она супер как-то пиздата выглядит. Ну, не знаю, мне кажется, на эту сумму можно очень круто одеться. Очень круто можно одеться на такую сумму. Оно дорогое, мне его купят, ну, как бы, поднимают туфли, я не знаю, сумку, и это много, наверное, будет. А ты в России учишься? Ну, я учусь в России, но я редко в Москве, потому что я играю в теннис, и я постоянно где-то за границей. Что самое главное в теннисе? Хорошо играть. А кричать нужно? Нет, не надо, я не кричу. К концу матча, когда ты уже устаешь, неужели не хочется из последних сил покричать? Ну, когда как, но как-то, я думаю, что это более как-то естественно должно быть. Тебе стоит попробовать. Как-нибудь тебе стоит сыграть несколько сетов и покричать, и сравнить свои результаты. Я думаю, что они будут выше. Обязательно. Привет, Влад. Привет, давно не виделись. Оба-дос. Это, по-моему, женская Зара. Ле, какой? Как тебе живется после дымохода? Слушай, интересный экспириенс такой был, особенно когда твой директ завален кучей сообщений о попрошайничестве из разряда «Скин денег». У меня у самого их нету. Куда их скинуть? Обувь – это винтажка из Европы. Опять в кабачках, малая. Женщина, находка женского масс-маркета. Это Кристофер Лимэр для Юникло. Футболка «Сен-Лоран» 400 евро. Пиджак «Маквин». Футболка, выглядели, знаете, как всратая футболка из биржки по скидке. По скидке 70%. Вот супер всрата выглядит футболка. Вам так не кажется? Ну, какие 29 тысяч рублей? Люди вообще ебанулись. Не знаю, реально. Путим реально нравится носить вот это вот. Ну, не знаю. 2800 евро где-то. Очки «Диор» тоже до евро 400 где-то. Расскажи для зрителей, которые тебя в первый раз, ведь чем ты занимаешься в двух словах? Я хожу по Москве на красных каблуках. Когда я собирался на вечеринку диско-формата, мне нужны были какие-нибудь кэблы. И я хотел, чтобы на один раз. Вчера шел себе спокойно по Петровке, неспешно, и до меня докопались два типа. Так что, чтобы они откопались, пришлось показать им средний палец и держать его на протяжении 30 секунд вот так. Ну, и после этого они развернулись и ушли. Мне нужно в камеру показать. А теперь давайте подведем итоги. А теперь давайте-ка раздражаем кэш. Ой. Так. Ставь лайк, если заебали тупые девки. Подпишись, если заебали тупые девки. Сыка мить, если заебали тупые девки. Ставь лайк, если заебали тупые девки.